Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в студии программу ведет депутат областного собрания Александр Дятлов. В прошлый раз мы вас спрашивали, нужно ли проводить предварительное голосование Праймерис. И вот результаты ответов. 8% – да, нужно. 88% – нет, не нужно. И 4% затруднилось ответить. Наш опрос вполне подтверждает и явка количества избирателей, пришедших на предварительное голосование в Архангельской области 22 мая. Оно стало рекордно низким. Всего 2,76% – это самый низкий результат в стране. Во всех остальных регионах от 4,5% до 18% избирателей пришли на Праймерис. В среду были подведены итоги, и секретарь регионального отделения Единой России Сергей Моисеев даже сделал свой прогноз на предстоящие сентябрьские выборы. Цитата. «Я думаю, что Единая Россия наберет 40% голосов, если сможет предложить избирателям внятную и четкую программу. Окончательность же кандидатов от партии власти все мы узнаем на съезде партии, который состоится в конце июня». Ну а теперь от политики перейдем к решениям, которые были приняты по вашим предложениям на прошедшей в среду сессии областного собрания. «Мы приняли изменения в бюджет, по которым порядка 700 миллионов выделено на расселение из ветхого и аварийного жилья. Еще 300 миллионов рублей пойдут на ремонт и дорог». Теперь по поводу дорог. Деньги выделены теперь от муниципалитетов. Будет зависеть, как оперативно они подадут заявки на эти деньги и как быстро проведут конкурсные процедуры. Начать ремонт дорог необходимо в кратчайшие сроки, чтобы провести его в течение летних месяцев. На эту сессию также мы с коллегой Екатериной Поздеевой внесли законодательную инициативу о запрете микрофинансовых организаций. Коллеги-депутаты поддержали ее единогласно. Микрофинансовые организации плодятся у нас как грибы. По данным разных агентств на сегодняшний день в Российской Федерации задолженность по потребительским кредитам составляет порядка 30 миллиардов рублей. Из этих сумм более половины долгов уже просрочены, более 90 дней. То есть люди не могут вернуть взятые на себя обязательства. Соответственно все эти долги будут переданы в коллекторские агентства. Ну и мы знаем как они уже получают эти долги с наших граждан. Поэтому в своей инициативе мы настаиваем на полном запрете микрофинансовых организаций. Эту функцию должны выполнять банки. А если человек не может вернуть эту задолженность, то банк обращается в суд и затем судебным приставом. Еще одно предложение также направлено в федеральный центр. Ввести ежегодную компенсацию проезда многодетных семей к месту отдыха и обратно по территории Российской Федерации. Билеты очень дорогие. Это существенная часть затрат для многодетных семей при планировании отдыха. На сегодня, чтобы вывести семью 5-6 человек в среднюю полосу или на юг, обойдется порядка 50-100 тысяч рублей. В зависимости от вида транспорта и направления. Это совершенно неподъемная сумма для большинства многодетных семей. А ведь только стоимость билетов. Помимо этого надо оплатить еще жилье и питание. Наши многодетные семьи, особенно живущие на севере, обязаны иметь возможность вывести детей на отдых и оздоровление. Эту нашу инициативу также поддержали коллеги-депутаты и направили профильному федеральному министру. Об ответе мы вас обязательно проинформируем. Очень интересный казус произошел перед закрытием сессии Архангельского областного собрания. Буквально за три вопроса до окончания сессии часть депутатов покинула зал и в зале не осталось кворума, необходимого для принятия решений. В связи с этим председатель областного собрания прервал сессию и сам лично обзванивал депутатов и приглашал их вернуться в зал. В результате минут через 15 были найдены отсутствующие депутаты и сессия была продолжена. Теперь опрос звучит следующим образом. Нужен ли областной или федеральный закон, который будет лишать депутатов мандатов за отсутствие на сессии? И варианты ответов. Да, нужен. Нет, не нужен. И затрудняюсь ответить. Свои ответы присылайте в социальные сети Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. И также на экранах телевизоров вы видите электронный адрес нашей электронной почты. Нам очень важно знать ваше мнение. До свидания и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин